Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь совершает память великого монаха, преподобного Феодосия Печерского. Это он стоит фактически у истоков монашеской жизни на Руси. Как вы, наверное, знаете, самый первый, как считается, кто начал подвязаться как монах на Руси, в Киевской Руси, это преподобный Антоний. Но вот очень скоро Феодосий присоединился к нему, и фактически преподобный Антоний Печерский как бы все ему передал. Поэтому сам Антоний подвязался в одиночестве, а вот вокруг Феодосия собирались ученики. И вот такой общежительный монашеский образ жизни на Руси положил начало именно Феодосий Печерский. Это примерно середина XI века, поэтому прошло меньше века, чуть больше полувека после крещения Руси. И очень интересно, что вот в совсем непродолжительное время и сразу вот начинается монашеская жизнь. Притом начинается сначала как отчельничество вот с Антонием, а потом сразу как именно общежительная монашеская жизнь. То есть, когда монахи живут вместе, когда в центре всего, вот само присутствие Христа, где двое или трое собраны во имя Его. В общем-то, монастырь есть не что иное, как исполнение этих слов Господа. Его присутствие среди тех, кто собрались именно во имя Господа. Вот мы знаем, что преподобный Феодосий, но помимо его личного благочестия, скажем так, он именно старался вот держать братьев вот вместе, чтобы монахи терпели, уважали и любили друг друга. Очень важно было, например, для него, чтобы вся собственность была общая, чтобы у монаха ничего не было личного, а чтобы все было общее, как по примеру, по образцу вот первой общины христиан в Иерусалиме, как написано, как мы читаем в Диане Святых Апостолов. Вот. И также важно было заботиться о нищих. И известно, что рядом с Киево-Печерским монастырем были как раз приюты для нищих, для людей, которые вот ничего не имели, или жили на улице и так далее. Поэтому получается, что с самого начала, как это было и в Сирии, и в Египте и так далее, но также и на Руси вот такое стремление посвящать свою жизнь Господу все-таки совпадает с заботой о всех. И это чрезвычайно важно, потому что без этой заботы монашеская жизнь была просто эгоизмом, таким духовным эгоизмом. Мы слышали очень короткое сегодня чтение из Евангелия, но зато очень содержательное, которое полагается именно в те дни, когда совершается память преподобных, то есть монахов. Сначала из Евангелия от Матфея Господь говорит, «Все передано Мне отцом Моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Мы почти эти же слова находим и в Евангелии от Иоанна, но в совершенно другом месте. Даже в двух местах, и там, и там идет речь именно об отношении между отцом и сыном. У евангелиста Иоанна такие сложные богословские, скажем, тексты его Евангелия. А вот тут у Матфея после этого идут другие слова. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам наш вашим, ибо иго моё благо и бремя моё легко». Эти слова имеют, по крайней мере, два значения. Это, безусловно, смысл монашеской жизни. Монах – это человек, который ищет покой, ищет мир для своей души, и находит этот мир, как раз принимая на себя иго. Мы знаем, что в то время очень часто проповедники назвали игом их учение, и потому для слушателей этих слов Иисуса понятно, что возьмите на себя иго моё, имелось в виду принимайте моё учение, принимайте то, что я проповедую. Но также очень важно, чтобы человек, который хочет стремиться к совершенной духовной жизни, эти слова же обратил ко всем окружающим, чтобы действительно и, скажем, о монахе могли сказать, что он воплотил эти слова, потому что «Придите ко мне, все труждающие и обременённые, и я успокою вас, что и он может дать вот такой же покой, такой же мир всем, и принимает всех ровно так же, как вот Христос его принимает». Так мы видим, что если вот так жить, монашеская жизнь – это не эгоизм, а наоборот, это отдать свою жизнь как раз для всех окружающих и всем служить. Мне кажется, это чрезвычайно важно. И ещё, конечно, здесь написано «Я кроток и смирен сердцем», и это важно, чтобы монах в этом упражнялся. Но мне кажется, тут эти слова, безусловно, относятся к каждому и каждой из нас. Только вот ту эго, которую мы должны все взять на себя, которая есть учение Господа, поэтому всё, что он нам заповедовал, очень часто думается, что вот монах – это человек, который, не знаю, одевает вериги, который любит долго молиться и в совершенстве соблюдать пост и так далее. Да, это так. Но самое важное, чтобы мы принимали «Иго» воли Божьей. То есть, наше состояние, те трудности, которые встречаются нам на нашем жизненном пути, ну, не знаю, смерть близких людей, какие-то материальные проблемы, какие-то конфликтные ситуации, какое-то недопонимание или неуважение со стороны окружающих. Вот всё это – то «Иго», которое мы должны взять на себя, совершенно независимо от того, живём ли мы в монастыре или в миру, нет никакой разницы. Вот эта «Иго» есть заповедь Божий, поэтому внимание ко всем остальным и вот терпение и мир, с которым мы принимаем волю Божию, то есть, наше состояние, те обстоятельства, которые вокруг нас. Аминь. Божия, сейся, душе всего по машине наших отцов, Господи, Содержители Божицы наших, молитесь, услышите и помилу. Помилу на волю, молитесь, милостей Твоей, молитесь, услышите и помилу. Уважаем current the world, славянность,